приветствую всех настоящих ценителей бокса сегодня утром в прямом эфире посмотрел бой сауля канело альвареса против хайми мунгия и хочу с вами поделиться впечатлениями а также проанализируем поединок технически что именно происходило в ринге и сделаем из боя простые и понятные выводы для этого нам нужна некая предыстория каждый из боксеров по отдельности какой он сауль канело альварес по факту нравится нам это или нет но в данный момент это главная звезда современного бокса у него есть огромные плюсы то что он по-настоящему техничный это правда да реально канело это технарь но минусы тоже есть меня уже много лет преследует такое чувство что канело далеко не так силен по факту как это нам пытаются представить именно с учетом габаритов с учетом весовой категории с учетом того что канело по сути у него низкого ностовость но это все факты да и тем не менее да он технарь но вот остальное у него это минусы соответственно хайми мунгия молодой человек из мексики парень хоть куда проспект был одним его победы на каутер короче рвет и мечет но полная противоположность канело если канело технарь но по физике у него непонятно что ну то есть он там меньше всех он устает то хайми плохо у него с техникой его эти локти в стороны да но с выносливостью полный порядок скорость рост энергия серийный энергичный голодный то есть если канело он уже что там ездит на lamborghini летает на частных самолетах спит в шелковых простынях трудно оставаться сильнейшим когда ты ну скажем уже такой мультимиллионер а это наоборот голодный парень с мексики простой парень и он хочет выйти забрать свое соответственно до боя с учетом даже всего этого я лично до боя думал что будет абсолютная победа канело просто из-за разницы в технике то есть до габариты молодость выносливость это все хорошо но разница в технике она такая большая что дубой я думал что канело просто его снесет вообще без вариантов ну даже возможно досрочно кстати если до боя хотите тоже читать смотреть смотреть мои видео то записывайтесь смело подписывайтесь в закрытый канал платный там цена чисто символическая и кстати сегодня добавились новых шесть человек нас там сейчас 280 спартанцев а очень хочется чтобы она стала там 300 спартанцев ну так вот это я верил до боя в канело что же мы увидели в реальности начинается поединок и короче мульгей на него пошел и бьет 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 канело решила защищаться по защищаться и его манера как бы понятная канело любят подвигаться по защищаться по обороняться и потом он или в контратаке или сам момент видит в атаке он с таким характерным звуком прикрякивающего красиво наносит удар разовый или это двойка и он там ударил и соперник прочувствовав эти удары начинает бояться начинает опасаться и получается канело даже с учетом его низкой выносливости даже с учетом того что он мало действий он может за раунд ударить три раза тяжело остальное время все показывать или вообще ходить покачиваться а противник уже он ждет 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 пока канело отдыхает ну хайми мунге парень простой и он вместо этого он насыпает туда ему больше больше джеба свои бьет тройки постоянно него троечку на левый правый левый правый левый правый левый и короче канело пропускает эти удары во втором раунде канело пара раз тортом попал так довольно плотно но если другие противники они после этого начинают но вести себя скованно то есть они боятся пропустить вновь и все короче они проиграли то хайми нет он очень не парится он свое делает насыпает и в третьем раунде нужно конкретно альвареса стал бить он уже там двойку еще одну еще одну тот аж растерялся но в четвертом раунде скажем реальность обозначилась да то что уровень у канело выше он использовал короткий лево боковой правый снизу причем у него такое странное положение кисти было по моему даже вот такой вот по моему даже он не поворачивал и короче лево боково право снизу и там был момент даже не только то что удара сильные они были сильны а это слитность то есть он знаете как два хлопка как один то есть вот есть один хлопок а там и вот вот это вот оно для мозга даже трудно обрабатывать и короче второй удар снизу до потерялся мунге он упал упал вскочил и ничего нормально даже концовку раунда там забрал последние 10 секунд и вот бой продолжается и дальше оставшиеся восемь раундов по сути мы видим как под копирку то есть хами мунге несмотря на то что он побывал на полу понятно что канело после этого сразу же расслабился видно было что у него пластика тела повысилась он такой стал гибкий как жир вон то дэвис на уверенных но мунге особо уверенности даже не потерял то есть он как ни в чего не бывало он все продолжил причем интересно мы можем проследить весь бой что мунге он с одной стороны он выше на 10 сантиметров но он и ногами подсаживался и телом как бы подсаживался и получалось он почти одного роста с канело и знаете было такое чувство что он как бы идет к нему вроде на среднюю дистанцию ближний бой ну короче то что удобно канело оказалось что типа сгруппировался когда люди группируются они всегда идут в размены но это тоже было обманчиво потому что он вроде группируется на самом деле джеб 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 то есть он пытается как раз такая дистанция даже скорее дальняя у мунге но дальняя не такая как вот биво когда ты реально далеко и держишь его ну или чисто издалека там подвигался подвигался а нет он как бы канело ждет а мунге сам к нему бежит типа такая полусредняя полу дальняя ну скорее далее начинают набрасывать если получается то развивает свои там целые серии соответственно канело он оборонялся и просто искал свои моменты где-то навстречу бил в основном ответ где-то зазевался мунге канело взорвался очень часто даже обычными двоечками да много канело бил лево боковой почти кстати весь бой или по защите удар был или по воздуху не шло у него это один из коронных ударов канело у нее такой причем удар размашистый есть отдельный разбор на канале техники как он это делает удар необычный вот и были какие интересные моменты в девятом раунде мунге прямо такой спорт взял снова короче реально стал побеждать чисто в своей вот этой вот физикой выносливостью да и но потом опять на все на свои круги вернулась там 10 раунд 11 короче канело бил меньше но жестче гораздо точнее и судейское решение единогласное я полностью поддерживал то есть да я считаю канело выиграл и по раундам ну мне кажется он выиграл раундов 8 наверно да а до раунда 4 он проиграл это чистая правда вот как то так я сразу скажу хотя да был нокдаун канело победил единогласное решение но до боя я думаю что больше будет разница в боксе что именно канело еще гораздо больше мунги побьет а бой все-таки по сути был довольно конкурентный сейчас мы из поединка сделаем выводы но хочу вам напомнить что уже завтра в японии науя и ноуэ бьется против мексиканца зловещего победителя японцев луиса нери и ли он дает на победу науя коэффициент очень маленький но на продолжительность боя на то что бой закончится короче пройдут все раунды все 12 раундов на леоне коэффициент 5 запятая 20 ну а на то что бой завершится досрочно наоборот коэффициент маленький 1 запятая 17 но это не все что дает ли он потому что еще ли он при регистрации по бонус коду labbox дает фрибет бесплатную ставку 1000 рублей причем если вы пополняете счет на 500 рублей вот и кстати это даже не один раз а вроде так можно делать до 20 раз кто если ну сделает может в комментариях отписаться что там как вообще сработало что получили и так далее ссылку на регистрацию вы можете найти сами ну просто ли он в поисковике или же проходите в мой телеграм-канал лаборатория бокса 2 и ссылку и также бонус-код labbox можете там прочитать и по ссылке перейти теперь выводы у нас такие смотрите хайми красавчик в рамках в рамках возможности то есть выше головы не прыгнешь у него нету техники с детства техника на формируются в детстве если у тебя и нету с детства с там подросткового возраста у тебя я уже никогда не будет то есть даст фредди рот чем занимается да тот может его как бы подрихтовать чуть-чуть но это понимаете это как я не знаю там дом если неправильно построен ты можешь можешь подрихтовать как угодно но он уже такой какой есть или там автомобиль до тюнинг это прикольно фишки там можно чуть-чуть подправить я думаю это ручь поработал что была правая рука постоянно муги что он такой вроде разболтан а лево-боковой практически вообще-то ни разу не пропустил это все можно подрихтовать но как бы базовая техника корявый он корявый да он такой как медведь в боксе ну и короче все это уже не убрать вот соответственно канело да он технарь да он реально крутой и очень много извлекает из своей техники то есть по сути он маленький боксер он зашел уже давно не свои веса непонятно кстати насколько сильно реально бьет канело потому что по технике у него удар крутой реально массу вкладывает но вы понимаете это большая разница вот это вот вес супер средний канело туда поднялся с пол среднего ну короче с маленьких весов поднялся туда мышц на себя намотал а кто-то то наоборот кабану там полутяж то есть вообще титан и опускается туда и техника техникой но это тоже разное когда один великан подсушился что пришел реально там как кабан короче а другое дело когда маленький боксер мышц набрал накачался и туда пришел и как бы техника есть да техника много компенсирует но разница есть в любом случае и в этом бою еще раз мы очень четко увидели что канело несмотря на всю свою технику но не делает он чудес то есть он ограничен просто по выносливости в первую очередь и по габаритам и кстати по силе удара мне кажется тоже потому что он техникой берет он как бы то есть как как бы это смешно не звучало я думаю что он для этих весов вообще не бьющий по природе ну потому что него это веса а техника компенсирует и как бы да вот мы это видим но по сути если вот я представляю например на месте мунги того же дэвида беновидоса мне всегда казалось что беновидос удобен по стилю для канело но просто вот смотрю да и мунги я там раунда четыре забрал просто молодостью выносливостью а если на его фоне мы представляем кого-то более крупного там чуть-чуть по техничней до повеселее разве удары побольше акцентирует периодически кто-то вообще бы неизвестно чем закончилось про не потому что ну короче потому что канело он технарь да но он как бы вот так вот ограничен своими просто вот физическими как бы возможностями такие мысли а вам спасибо что посмотрели данное видео смело пишите свои мысли всем добра до новых встреч тушу камеру